Здравствуйте! В эфире программа «Просто о вере» и я, ее ведущий, священник, отец Максим Портнов. К сожалению, наш мир неспокойный. На протяжении всей истории человечества мы сталкиваемся с таким понятием, как войны и убийства. И мы дошли с вами до шестой заповеди, которая так и называется «Не убей». Чтобы разобраться в этом вопросе, нам поможет наш дорогой гость, пролетарей Иоанн Мохов, настоятель храма, святителя Спиридона Термифонского. Отец Иоанн, здравствуйте! Здравствуйте, отец Максим! Отец Иоанн, наверное, это самый на данный момент сложный вопрос, который так или иначе мы с вами… Приходится нам на него отвечать, мы с ним сталкиваемся. Мы сталкиваемся с ним и когда рассказываем нашим детям историю Ветхого Завета, и в сегодняшних реалиях мы с этим сталкиваемся. И вот давайте попробуем разобраться, что же это за заповедь и почему, к сожалению, на протяжении уже многих тысячелетий, с момента, когда она была дана, она так и не была, получается, выполнена. Да, дорогие слушатели, дорогие зрители, вот эта заповедь, которая является шестой заповедью, всего лишь шесть букв «Не убей». Данное когда-то как повеление Бога, народу избранному, народу, который должен Бога знать, к исполнению. Но и до того, как на горе Синай прозвучали слова, которые должны были бы написаны на скрижалях, человечество знало, что само при себе преступление вот этого духовно-нравственного закона, оно является категорически против природы человека. Бог есть любовь. Если мы являемся образом и подобием Божьим, то, конечно, любовь, она должна быть милосердной, милосердной, она должна быть терпеливой, прощающей, кроткой. Любовь, она со всеми знаками плюс. И вот там как бы нет места для агрессии, зла, нетерпения, раздражения, осуждения и тем более убийства. Но уже первые люди на Земле, дети Адама и Евы, они приступают к закону любви. Мы с вами знаем, что первая война, которая произошла на нашей планете, именно среди людей, это когда брат убил брата, Каин убил Авеля. И даже вот люди светские, и, скажем, сейчас, может быть, мы менее эрудированы в большей части своего населения, но еще буквально сто лет назад можно было и у писателей прочитать, и услышать в разговорной речи, что человек ведет себя подобно Каину, Каиного преступления. То есть преступление, где человек приступил законы родства, узы родства, приступил любовь, приступил то, что сам является святой, отнял жизнь. Вот есть даже такое определение, что сам по себе человек, который вот в таком, находит состоянии озлобления, жесточения, гнева и готов прямо пришагнуть через вот этот закон, не убей, через эту заповедь, он становится человеком окаянным. У нас даже есть такое выражение окаянный человек. И вот состояние вот этого умопомешательства, где человек над собой не имеет контроля и может совершить непоправимое, приводит даже к столкновениям среди народов. И вот у нас есть замечательное произведение одного из наших русских писателей, Ивана Бунина «Окаянные дни». То есть это время, когда не просто было плохо, а когда смерть, она была вот рядом с тобой, такая соседка по квартире, и когда ты ждал этой смерти, вот этого неминуемого страшного события, не от врагов, которые пришли на эту землю, а от братьев твоих, от близких твоих, от людей, которые являют на этом языке и, скажем, цветом кожи, и кровью-то они твои родственники. И вот мы когда касаемся вообще этой заповеди, мы должны коснуться и того, что является предпосылкой к нарушению этой заповеди. Ведь не просто так Господь Бог говорит пророку Моисею «Запиши на скрижалях законы мои». Вот один из законов такой, а вот шестой не убей. А почему человек доходит до того, чтобы приступить к закону Божию? Потому что мы с вами сталкиваемся с тем, что себя люби, которая воздвигается формой такого, скажем, чудовищного эгоизма, позволяет человеку не просто осуждать кого-то и раздражаться против кого-то, и гневаться на кого-то, но уже в мыслях человеку желать зла. Желать человеку непоправимого, причем зла. Вот нам кажется, вот мы слышим иногда, что кто-то кого-то назвал дураком. Ах, это литературное выражение. А если бы наше слово имело бы силу? И ты сказал человеку, это приговор, и человек потерял свой разум, стал сумасшедшим. Кто из нас хочет лишиться разума? Ну никто, конечно, не хочет. Мы вообще очень сильно переживаем свое здоровье, как психическое, так и физическое. А тут вдруг нас лишают здоровья. Или человеку там, скажем, другой приговор произнести. Ах, ты урод. И человек после этого, допустим, становится, ну, скажем, подобно какому-то евангельскому расслабленному, парализованным. Или там, условно, у него там что случается с руками или ногами? Да ну них не надо, не дай Боже, кто-то скажет такого, чтобы испытать. Но сколько слов произносят, которые убийственны в той или иной сфере? Они убийственны по своему содержанию. Замечательный святой преподобный поиск святогорец, он в свое время по отношению к родителям сказал следующее. Слово отца или матери является либо благословением, либо проклятием. Если мы по отношению к детям своим бываем невоздержаны, ну да, они нас где-то расстраивают, не слушают. А где-то они в поведении такие, как хотелось бы, но и при этом ты себя не сдерживая, пожелаешь им чего-то, вот это что-то в дальнейшем может сильно сказаться в их жизни, потому что ты их в этот момент буквально проклял. И поиск святогорец, как раз, приводит пример одной матери, которая приходит, говорит, вот у меня там сколько-то детей, и эти дети несчастные, там замуж не выходит, не женится, на работе все плохо, детей, как бы, дети детей не рожают, внуков нет, а что делать? И он ей сказал преподобный поиск, и помолившись, он говорит, да ты виновата в этом. Ты своих детей постоянно в детстве называл то поленями, то обруками, то пеньками. Она говорит, ну я же ничего плохого не имела в виду. Он говорит, ну ты их проклинала, иди кайся, чтобы Господь твоих детей исцелил от твоих проклятий. И вот даже здесь вот это насколько сложно. Ну а если касаемся, в общем, физического, на самом деле, лишения жизни, то дар жизни, который у нас с вами есть, он прижит Богу. И мы не имеем права этим даром распряжаться, как нам хочется. И тем более отнять дар жизни у кого-то, мы не имеем на то права. Поэтому заповедь не убей, на самом деле, это заповедь, которая, в первую очередь, тебя ставит на высоту особенного человеческого достоинства. Не опускает на уровень животных, где там, действительно, мы можем сказать, есть выживание, вот, есть какая-то борьба видов. Ну да, Аристотель написал, будучи совершенно не христианином, такой прекрасный античный философ, что человек — это социальное животное. Ну и, скажем, по большому счету, отцы-основатели социализма, вот, те, кто нам, скажем, вот эту идею в свое время нашим революционерам подбросили, что вот им так, это Марс и Энглес, они говорили, что должно происходить борьба за выживание именно в социальном плане, в капиталистическом плане, вот, и трудящийся этот человек, буквально, знаете, в джунглях находящийся. Он должен все побороть, всех побороть, раздвинуть руками, локтями, если надо, в данном случае даже вот быть хищником, так сказать, в среде человеческой. Но для христиан это совершенно неприемлемо, и для нас, христиан, должно быть понимание, что шестая заповедь, данная от Бога, она тебя должна не на уровень животных опустить, а опять вернуть тебя к образу Божьему. Образ Божий — это действительно образ милосердия, любви. Образ Божий — это, по словам святых оптинских старцев, это умение молиться, верить, терпеть, прощать и любить. И вот если мы касаемся шестой заповеди, очень сложной, дорогие зрители, зрители, мы все, мы можем коснуться этой заповеди, потому что она такая многогранная. Это слово, которое можно убить, во-первых, любимого человека, близкого — это дети, жена, муж, родители. Это помыслы, это мысли, когда мы зло желательством страдаем, зло кому-то желаем. Это распространенный грех, который мы тоже, наверное, коснемся, да, те с Максимом. Это аборт, где-то убийство, которое, как говорят, «А, это личное дело каждого. Мое тело, мое дело». Да, как нам с Запада забросили, такой слоган, такую кричалку, но жизнь, которая дана от Бога, которая является плодом любви любящих людей, вдруг оказывается никчемной, ненужной, бессмысленной и мешающей. И страшная такая, знаете, вот история тем, что вот война — это война, а цифры по абортам, они говорят, что мы сейчас, слава Богу, абортов в стране делаем мало, в кавычках мало. Вот где-то около 400 тысяч официально совершается абортов в стране ежегодно. Так чуть-чуть побольше официально, но неофициально сколько? Миллион? То есть каждый год Самара под нож. Ну кто скажет, ну нет, ну это же живые, взрослые люди, это целая история, это социальные классы, там еще что-то. А те люди могли бы точно так же вырасти и стать социальным классом. Это могли бы быть ученые, поэты, это могли бы быть классные водители, замечательные плотники, просто хорошие домохозяйки, прекрасные мамы, там, великолепные отцы, там, космонавты, может быть, там, герои нашего соотечества. Чего им дали не право? Не дали им право пожить. И в такой момент, особенно те ратуют за аборт, которых-то вот не абортировали. Это вот этот случай, этот момент, это направление, когда многие приходят в храм и говорят, ну грехов у меня никаких особенно нету, никого не убило, там, не убило, не украли, там, еще что-то. Но когда касаемся, вот разбираемся, шестую заповедь, оказывается, мы и духовно, и ментально убиваем, и физически многие коснулись этого. Ну и подходим уже к вообще, вот к тому, что является предметно и безусловно, само себя убийством. Ну, не дай бог испытать опыт, который попытался испытать в свое время герой романа Достоевского «Преступление и наказание». Вот, сегодня я вот не очень-то телевизор смотрю, от слова совсем, говорят, вышел новый фильм «Преступление и наказание», попытались переиначить, как-то по-современному преподнести это событие. Я уж не знаю, там, какой романтизм, так сказать, развили в этой истории. Боюсь, что не очень может быть снято даже хорошо, но сама по себе вот эта идея с тем, что я человек, я властелин над своей жизнью другими, или тварь дорожащая, вот проверить нельзя, не нужно, неправильно. Там, мы с вами помним, что Раскольников отнимает жизнь у женщины, которая ему когда-то давала помощь материальную, там, как сказать, старуху-проценщицу, он пришел, взял топор и убил человека. Вот, на самом деле, с точки зрения церкви, он совершил страшный грех, и если бы в этом грехе он не раскаялся, то прощения в жизни вечным бы не было. Мы верим в вечную жизнь, в загробную жизнь. Для нас это совершенно нормально, что умирает, и пред Богом пристанешь, либо в рай, либо в ад. И вот те события, поступки, которые совершаем мы, это в любом случае. Это ответственность, которая повлечет за собой определенные события в той жизни, где поменять уже будет невозможно. Либо будет рай, либо ад. И поэтому само все убийство — это преступление. Преступление против Бога, против общества, против человека, против самого себя. Другое дело то, что сейчас, наверное, мы должны коснуться темы войны. Но война — это нечто все-таки не то, чтобы иное. Это другой сложный вопрос. Но если мы касаемся каждого из нас, мои дорогие, поверьте мне, если вы гоняете за рулем, именно гоняете, не просто находитесь в автомобиле, ездите, соблюдая правила, если вы гоняете, нарушаете, вы потенциальные убийцы. Берегите себя от этого. Потому что неловкое управление автомобилем может привести к непоправимым последствиям. Мы каждый день читаем, что там авария, погибли люди, там авария, погибли люди. У нас в стране нету статистики, можно отсмотреть, как на войне. У нас ежегодно гибнут десятки тысяч людей на дорогах. К тому слову, говорят, вот в прошлом году полегче было, всего лишь 40 тысяч погибло людей на дорогах. А у нас что на дорогах? Войны дорожные идут. А неужели 40 тысяч — это мало? На мой взгляд, это для родственников ужас. Для тех, кто остался инвалидом, это всю жизнь страдания. И для нас вообще, как для нас, живущих здесь в России, где мы заявляем, что человек — главное достояние, человек — это святое, ручь святая, такого не должно быть. Было хуже. Было хуже, буквально еще 10 лет, 15 лет назад. Даже непосредственно власти обращались к церкви, представители ГИБД просили. Особенные сложные участки, где люди постоянно бьются. Осветите дорогу, осветите какой-то там перекресток. Потому что цифры доходили вообще до страшных цифр. До 80 тысяч в год погибших было. До 90 тысяч погибших на дорогах было. Ну, здесь вообще даже представить не возможно. А как так возможно? Но вот именно непонимание заповеди, несоблюдение ее, а ненахождение в тех духовных законах, которые ты априори, как крещеный, я хотя бы говорю про крещеных, должен соблюдать. Вот, опять же, посещая тюрьмы, разговаривая с людьми, которые оказались в местах не столь отдаленных, сосужденными. Я могу сказать, что эта статистика очень простая. Каждый второй крещеный. То есть там, знаете, не находятся все некрещеные, они все грешники, преступники. Нет то же самое, что православный, что крещеный, что в России русский крещеный, что некрещеный, или другой национальности может оказаться непосредственно за решеткой, нарушая закон общества и закона Божия. Спасибо, отец Иоанн. Вы очень интересно коснулись преступления и наказания. Чуть-чуть вот ремарочку, наверное, сделаю к словам отца Иоанна. О чем отче говорит? О том, что преступление начинается с мысли. О том, что начало любого убийства начинается в элементарном раздражении на соседа, что тебе там парковку перекрыли или еще с чего-то. Каких-то банальных мелочей. Даже элементарно, там с утра ребенок не вовремя проснулся, там в школу опоздал, ты уже раздраженный вышел. И запускается некий процесс, некий механизм, который в итоге может привести к очень страшным последствиям. Вот это действительно страшно, что мы так легко на исповеди действительно приходим и говорим, а, да ладно, батюшка, тут в этой заповеди я точно не грешен. Но вот как отец Иоанн сейчас очень хорошо разобрал, на самом деле нету, наверное, ни одного, включая, к сожалению, нас, которые бы в этой заповеди не согрешили. Но все-таки если немножко обострить, отец Иоанн, наверняка к вам не раз подходили с таким очень сложным вопросом, что Господь дает вот эту заповедь, не убей, но буквально через несколько глав Ветхого Завета Он же сам и разрешает войну. И, в принципе, с православной точки зрения любая война, она ведь Богом попущена. Почему же сам Бог неужели нарушает собственную заповедь, или мы что-то не понимаем? Для тех, кто является боголюбцем, человеком, который Бога любит и желает узнать о Боге, насколько это возможно, больше, совершенно естественно является чтением Священного Писания, Библии. И, скажем, сложная часть Библии, но для нас категорически важная для изучения, это Ветхий Завет. И иногда даже сравнивают Ветхий Завет с Новым Заветом, как кажется, что Бог Ветхого Завета Он один, а Бог Нового Завета Он другой. Но в реальности Бог не изменяем. Просто мы Бога можем, скажем, видеть или ощущать глазами тех, кто находится в то время и в том месте, и, скажем, записали события, допустим, Моисея и пророки, они записали, находясь именно в тех обстоятельствах, в которых они находились. И вот так они воспринимали действия Бога в мире. А мы воспринимаем, соответственно, сейчас с точки зрения своей и своей позиции с той духовной развитости, культурной развитости и положения. И вот относительно того, что отче ты спросил, есть замечательная книга, она совершенно не такая большая по объему, как Библия, даже меньше многих библейских книг. Это книга, которая написана святителем Николаем Сербским, она так и называется «Война и Библия». И в этой книге, это почти сто лет назад, накануне Второй мировой войны, святитель Николай ведет диалог с людьми, которые буквально только пережили какое-то время назад ужасы Первой мировой войны. И они рассуждают вообще о том, что происходит и возможно ли вообще Вторая мировая война, может быть, человек все-таки горький урок получил, страшная пилюля была съедена, и она даст, скажем, внутренние силы не возвращаться к тем событиям, что были. Но, увы, нет. И вот как мы говорим, что Каин убил Авеля, брат убил брата, то спустя много-много веков мы с вами видим, что происходят и братские, ну, скажем, среди братских народов войны. Первая мировая война, в ней участвовали большая часть христианин. Вторая мировая война. Да, Советский Союз на тот момент исповедовал, скажем так, научный, ну, или, скажем, воинствующий атеизм. А коалиция непосредственно гитлеровских войск включала практически все страны Европы, которые исповедовали либо католицизм, либо протестантизм. Те, кто станут союзниками Советского Союза, опять то же самое, католики, протестанты, христиане, те и те Бога знают. Им и исламский мир был включен в эту ситуацию, и те, кто являются мусульманами, тоже Бога знают. И вот относительно того, что не противоречит ли Бог себе, когда, скажем, дал заповедь не убей, и в то же время народу избранному израильскому дает благословение истреблять другие народы. Я бы все-таки хотел бы перенестись в наше время, чтобы это было более понятно. Сто лет назад была, ну, чуть больше, Российская империя, которая потом исчезнет, на месте Российской империи в меньших границах появится Советский Союз, или, как мы говорили, более правильно, такая аббревиатура СССР, Союз Советских Социалистических Республик. Потом, пройдет какое-то время, на месте Советского Союза еще в меньших границах появится Российская Федерация. И вот мы, когда касаемся, скажем, сегодня положения дел в обществе и непосредственно нашего народа, и, скажем, то, что происходит с нашим народом, то мы касаемся того, что есть армия, есть люди, выполняющие свой воинский долг. И вот иногда нас спрашивают, вот сегодня идет солдат служить, есть шанс оказаться в специальной военной операции, оказаться там, где-то боевые действия. Церковь дает ему благословение на убийство. Вы знаете, сто лет назад в Российской империи по уставу военному предполагало, что мы идем не солдата, что мы шли не убивать, но свою жизнь отдавать за други свои. Идешь отдать свою жизнь, не отнять чужую жизнь, а свою жизнь отдать. И вот здесь как раз кроется понимание того, что совершалось когда-то в Библии описанное событие или сейчас совершается. Иногда приходится действительно в руках государства человеку превращаться в скальпель, который режет. И любая операция, это всегда по-живому, это всегда будет больно. Но если это не совершается, то будет совершаться более худшее нечто. А в пятой заповеди, которая говорится «Чти отца твоей матери, благо тебе будет долголетним будешь на земле», скрывается исполнение воинского долга. Если ты помнишь пятую заповедь, ты должен за отца и матери пойти и умереть в случае у всех с войны. Если ты понимаешь, что на границе твоей стоят силы враждебные тебе, они сюда придут и убьют все, что у тебя есть родное и близкое, сожгут и заберут, ты должен идти и защищать. И даже защищать вплоть до того, что отнимаешь жизнь у кого-то. В данном случае, как мы сталкиваемся с простыми вещами, как нам кажется, бытовыми вещами, полицейский, останавливая преступника, используя табельное оружие, может лишить его жизни. Да, он сначала стреляет в воздух, такой приблизительный выстрел, а потом, когда понимаешь, что нужно применить силу, силу своего оружия на поражение, иначе это приведет к другим, более худшим последствиям и делам, он берет на себя ответственность, стреляя в человека, не желая ему смерти. Но понимаешь, что только один такой вариант есть возможность остановить. Поэтому в Священном Писании мы иногда сталкиваемся с тем, что народ израильский, он участвует в войнах, он спрашивает у Бога благословения те или иные воины. Но если глубоко как бы касаться ситуации, разбирать ее, мы с вами столкнемся с тем, что ими используют как раз все данные геополитические того времени. Вот находится народ израильский. И если не возьмет в руки оружие, его сотрут с лица земли. Они не идут убивать всех на своем пути, у них нету этой задачи. Но их на самом деле будут уничтожать. Причем уничтожение, оно имеет разную форму. Вот с тем, с чем мы сегодня сталкиваемся, западный мир нам с вами навязывает определенные ценности западного мира. Эти ценности разрушают человека как личность. В России два гендерных типа, мужчина и женщина. И это уникально и замечательно. Никто в этом плане не смущается, не сомневается, понимает. Родился мальчик, поздравляем, сын родился. Родилась девочка, с дочкой поздравим. На западе детей у родителей фактически отбираются младенчества, им говорят, ты пока не определился, кто ты родился. Ты мальчик или девочка, ты не знаешь. Может, тебе хочется быть кошечкой или собачкой, а может быть, русалка, а может быть, в теле девочки запрет мальчик. Но мальчик непростой, с вами особенности. Мы полонополвенно девочка, наполвенно мальчик. И вот человек до такой степени навязывает определенную программу разрушения, включается вот этот механизм саморазрушения, что человек себя разрушает через вот эти, скажем, свободу всего и вся, свободу от Бога, вот этими, в кавычках, ценностями напичкивают человека, что он, как вы знаете, как некий такой смертник ходит до того момента, пока он сам и не ликвидируется, пока не взорвется. Он себя самоуничтожит, потому что в конечном итоге, если образ Божий замещается образом дьявольским, он приведет к разрушению. И израильский народ, коли мы касаемся его, книг Ветхого Завета, он тоже с этим сталкивается. Когда им предлагают определенные ценности, которые приведут к катастрофе этого народа, к уничтожению. И получается, и мы читаем с вами, что народ израильский, особенно в период нахождения в Синайском полуострове, он заперт территориально. Им никуда не деться с этого острова. Они сталкиваются с тем, что угроза идет физическая, то угроза идет угроза разрушения народа через развращение этого народа. И тогда народ израильский вынужден порой в руки брать, мы говорим про то время, вынужден брать оружие, чтобы защитить себя и сохранить себя. И вот мы сегодня, когда касаемся, скажем, вещей, связанных с войной, то как бы не хотелось политически касаться событий в нашем мире. Все-таки церковь отделена от государства. Да, мы аполитичны. Но, с другой стороны, каждый священник, это гражданин государства и часть священнослужителей даже служили в армии в прошлом. Мы военно обязаны. Есть там коды доступа у кого-то какие-то, больше или меньше. И, скажем, сегодня есть даже такая история, когда священника призывают, но он в руки оружия не берет. Он будет в армии находиться медбратом, будет каким-то санитаром, еще какое-то там, нести военное послушание, но не касаясь оружия. У нас в данном случае есть на это запрет. Священник, он не имеет права брать в руки оружие, но он может сопутствовать воинам. И вот если мы касаемся вещей ветхозаветных, вот их хорошо бы, именно изучая, знать, исторические. Вот не просто прочитали, а вот там бог плохой, там разреши убивать, или там же бог жестокий, вот точнее, вот так сказать, там бог злой. Нет, мы бываем люди плохими, жестокими, злыми, а бог иногда, как мы читаем в человеке, может даже разочароваться. Бог устает от наших грехов, и есть даже страшное наказание, которое Господь посылал человечеству. Это и всемирный потом, когда пострадало огромное количество людей, большие территории были затоплены. Это в данном случае наказание за тотальный разврат духовный и физический жителей Содома и Гаморы. Другие примеры, где Господь карающую свою руку посылает. И вот, скажем, само по себе понимание того, что бог там изменяет свое решение. Нет, Господь не изменяет решение. Мы не готовы к исполнению законов его в той или иной степени те или иные народы. И получается, когда сталкиваются народы между собой, здесь не к вопросу о том, что одни Бога знают, другие Бога не знают. Над всеми нами Бог. Но иногда человек забывает Бога, а другому человеку приходится останавливать такого человека, который Бога забыл и забыл все святое. И вообще, скажем, уже ничего, скажем так сказать, святого не видит. Это сложная тема. Я говорю, дай Бог нам не коснуться этого. Но историки подсчитали, в частности, это, по-моему, Карташов, наш знаменитый российский, русский историк, он посчитал на период своей жизни, мы не говорим там за 20 век, у России почти за тысячелетнюю историю всего лишь 80 лет было миру. Мы касались постоянно войны. Многим не нравится, что у нас большая территория, многим не нравится, что мы так вот живем, так вот мыслим, так вот молимся, так вот думаем. Вот. Ну, по большому счету, ничего и не меняется. Мы сталкивались в этом в 20 веке, в 21 веке. Мы сталкивались, что вокруг войны идут. И Россия, на самом деле, она стремится быть миротворческим государством, миротворцем по отношению ко всем. И, скажем, даже вот нас, скажем, возмущает порой, что где-то, где-то, да, постоянно друг другу не уступая, причиняют боль, причиняют насилие, смерть. Россия направляет до сегодняшнего дня и многие там десятилетия и даже столетия руку помощи гуманитарной, даже во время Великой Отечественной войны. У нас был, и никуда он не делся, вот, комитет по оказанию помощи пострадавшим в тех или иных государствах от землетрясения, от наводнений, от голода, хотя казалось бы, у нас идет война, там, не до этого. Никуда комитет не девался. Его не расформировали, он существовал. Ну вот, и на протяжении даже сложных, вот нас, возьмем кто постарше, 90-е годы, сложное время было, самим есть нечего было. Государственный переворот, гражданская война, хаос, беднота, беднота, бедность, сложно все. А вот наши спасатели, смотри, что улетели куда-то там в горы, в соседние страны, то куда-то на моря, океаны спасают, окажут помощь, делятся последним. Ну вот как-то так. Спасибо большое, отец Иоанн, за очень интересный разговор на очень сложную тему, но надеюсь, посмотрев его, у вас, дорогие зрители, будет меньше вопросов по поводу этой заповеди. Мы с вами прощаемся, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин